В этом сюжете поговорим об обновлении проводки в нашей камере. Вынимаем провода от кнопки питания из транзистора и резистора. Скручиваем их друг с другом. Я хотел использовать изолирующий зажим, чтобы скрепить их. Вот эту оранжевую штуку, но решил этого не делать, он слишком большой. Так что мы просто спаяем их при помощи паяльника и припоя. Это даст нам больше времени, и камера сможет быстрее снимать. У нас были проблемы, связанные с задержкой. Камера делала снимок слишком долго. Поэтому мы вручную подключаем затвор. Он снимает мгновенно. И нам не придется больше ждать, поскольку питание идет напрямую на камеру. Можно будет фотографировать при помощи затвора, просто нажимая на кнопку. Итак, вынимаем транзистор и резистор кнопки питания, и переключаем кнопку затвора. Это должно уменьшить время. Время, которое… Да, кстати, батарейки будут садиться быстрее, но в данный момент это не главное. Отрежем немного термоусадочной трубки и используем термофен, чтобы защитить спайку, которую только что сделали. Давайте приступим. Сейчас мы спрячем ее в корпус бидзи. И не волнуйтесь, потому что это совершенно точно сработает. Итак, после всех этих действий камера сможет делать снимки быстрее, что нам очень важно. Сейчас мы замотаем кончик, а потом спрячем оболочку в корпус. Как я и говорил. Теперь камера будет реагировать намного быстрее, чем раньше. Отлично. Еще одна проблема, которую мы решим, заключается в том, что снимки с камеры получить невозможно, так как камера не подключалась. И все из-за расположения разъема. Разъем мини-USB, находящийся сбоку, расположен слишком низко, и кабель было не подключить. Придется изменить корпус бидзи совсем немного, просто чтобы кабель к камере было проще подключить. Разъем выглядел нормально, но провод было невозможно подключить, поэтому сейчас мы обрежем часть корпуса, дабы можно было поднять правую сторону нашей камеры. Хорошо. Теперь, когда мы вот тут срезали небольшой участок, можно ослабить шуруп справа и чуть-чуть подвинуть камеру. Отрегулируем и шурупы, которые держат плату камеры, чтобы поднять ее. И посмотрим, будет ли этого достаточно для подключения кабеля к порту USB. При помощи отвертки я ослабляю шурупы под камерой. Теперь убедимся, что к камере можно подключить кабель microUSB. Итак, можно. И это очень хорошо. Теперь вкрутим шурупы обратно, подтянем их, и все готово. Продолжение следует...